Новости 24 продолжает работу телеканала ННТ. По всей России продлен режим самоизоляции и мы по-прежнему рассказываем о последних событиях по Дагестану из дома. По данным Роспотребнадзора и Минздрава республики еще пять случаев заражения выявлено в Дагестане. Таким образом, с начала появления инфекции в республике вирус подтвердился у 30 человек. Из них 4 уже выздоровела, в том числе один ребенок. Все они выписаны домой и, как говорят в ведомствах, остальные 26 человек находятся в инфекционных стационарах. Еще 30 жителей республики с положительным предтестом ждут ответа из федерального центра. В Дагестане могут уволить с работы около 3000 человек. По данным Министерства труда и социального развития, 83 предприятия региона уже заявили, что не могут содержать часть работников. В большинстве своем под риск попадают сотрудники заводов. В частности, это Дагдизель, Каспийский завод точной механики, организации Дагестан Стеклотара и Дагфос, а также другие крупные компании. В связи с распространением коронавирусной инфекции на некоторых предприятиях республики введены режим неполной занятости и простоя. Минтруд сообщает, что прорабатывает вопрос об их участии в антикризисных мероприятиях за счет средств федерального и регионального бюджетов. Предприятия могут получить финансовую поддержку на сохранение своих сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Общий объем средств, предусмотренных на эти цели, пока неизвестен. Но есть и незыблемая категория профессий, это те, кого точно не уволят. Напротив, они и в период кризиса будут все так же востребованы. Экономисты финансового университета при правительстве России считают, что устойчивыми к сложным экономическим условиям являются профессии в сфере ЖКХ, транспорта, доставки, медицины и образования. Работники этих отраслей, по мнению специалистов, всегда будут иметь стабильный доход и высокий спрос на свои услуги. Маски спасают жизни. К такому мнению пришла группа ученых, опубликовавших результаты своих исследований в журнале Nature Medicine. Ученые пришли к мнению, что ношение медицинских масок способствует снижению темпов распространения коронавируса. В эксперименте приняли участие 246 человек с подозрением на респираторные вирусные инфекции. В лабораторных условиях маски значительно снижали количество частиц различных вирусов, распространяемых инфекционными пациентами. Их число было зафиксировано специальным аппаратом, который имитирует человеческое дыхание и анализирует пробы воздуха. Специалисты выяснили, что необходимость ношения масок оправдана в условиях пандемии COVID-19. Однако изобретатель аппарата Джон Мильтон отметил, что маски не являются самым надежным средством защиты от вирусов. По его словам, улучшение вентиляции в общественных местах, установка ультрафиолетовых ламп, способных уничтожить вирусы и бактерии, более эффективны в борьбе с инфекциями. Несмотря на режим самоизоляции, есть сферы жизнеобеспечения, которые не могут приостановить свою работу. Одной из таких ключевых в сфере экономики является сельское хозяйство. В эти дни сельские труженики активно занимаются весеннеполевыми работами. Обрабатывают земли, ведут сев сельхозкультур, сажают сады и виноградники. Трудятся на животноводческих фермах, закладывая основу под новый урожай. Подробнее расскажет Луиза Раджабова. Сегодня в фермерском хозяйстве приступили к посеву люцерны на площади 40 гектаров. По словам фермеров, это перспективный для нашего региона сорт. При организации искусственного полива с одного гектара пашни возможно получить от 10 до 15 тонн сена. Планируем эти гектары увеличить, но данный участок, площадь здесь 40 гектаров. И сорт очень хороший, новый сорт прогрессивный, такой интенсивный, люцерный, с микрообработкой, которая дает за год можно получить 5-6 укосов. У него технология такая, что она начинает работать плюс 5 градусов. То есть по нашим условиям центрального Дагестана с апреля месяца начинает работать. И до ноября, если вот такие, как в этом году погода будет, она даст, надеюсь, 5, даже может 6 укосов. Уважаемые наши сельхознавропроизводители, у нас очень сложная эпидемиологическая обстановка и в республике, и в стране, и в мире. Поэтому от нас с вами зависит продовольственная безопасность. Большая поздно там. Давайте вместе с вами, нашим трудом, обеспечим стране продукты, обеспечим стране продовольственную безопасность. Отдельно хотел бы обратиться к жителям сел. У нас у всех есть придомовые и приусадебные участки. Давайте их обрабатывать и давайте с пользой проведем время самоизоляции. Около 11 гектаров отведут под сорт Молдова. При обетеносаженцы в нашей республике в работе задействована техника. Посадку виноградников проводят под гидробор. Новая плантация оборудует система капельного орошения. К работе привлечены более десятка рабочих. В планах тружеников ежедневно закладывать 3 гектара в день. Сегодня мы собрались здесь на посадку виноградника в сорт Молдовы. Здесь у нас 10 гектаров земли. Иншалла, Аллах даст, погода нормальная будет. За 10 дней исправимся. Важно отметить, что по своей структуре аграрный сектор Дагестана отличается преобладанием личных подсобных хозяйств населения численностью более 440 тысяч хозяйств, которые производят около 80% производимой сельхозпродукции, которые не раз доказывали, что в состоянии решить самые сложные задачи. Луиза Раджабова, Мурат Бекбарзов, Новости Нанте, Корабутахкенский район. В Дагестане ожидаются заморозки. Гидрометцентр республики информирует об ухудшении погодных условий. Так, 7-8 апреля ожидаются заморозки в низменных предгорных и горных районах. Минимальная температура воздуха составит от минус 1 до минус 4 градусов. Заморозки могут повредить цветущие семечковые и косточковые культуры средних сортов, сообщает центр. Также населению рекомендовано воздержаться от дальних поездок, быть бдительными и осторожными. Ну и о спорте. Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля. Глава американского промоушена Дана Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет без дагестанского бойца. Об этом он написал в Твиттере. Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра, написал Уайт. Место проведения турнира еще не объявлено. Изначально он должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за ситуации с коронавирусом. Главным событием вечера должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. Однако чемпион UFC находится сейчас в России. И на замену дагестанцу выйдет боец из США Джастин Гэтшин. Таковы новости к этому часу. Будьте здоровы и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин